Это нормальный начало, я считаю. Просто оборжаться. Это какая-то, какая-то просто космическая штука. Все сотрудники Kia сдали свои телефоны, и они пошли как раз на эту штуку и историю. Просто давайте начнем на самом деле с интерьера. Потому что, ну ладно, здесь вот так вот все футуристично, как будто фольгой какой-то отдел. Они прям все, все сидения складывали, все такое. Но это, это просто чума. Зато они все соединены. Ты чувствуешь, да, что здесь как-то вот все необычно. Это вообще-то у нас концепт Imagine by Kia называется. То есть это воображение. То, что мы увидим совсем скоро. Некоторые, конечно же, элементы. Вряд ли мы увидим вот такие дисплеи. У нас здесь какие-то новые стилистические решения, которые, вероятно, скорее всего, мы увидим на будущих моделях. Одно из них, конечно же, это новая маска. Ну, чувствуется, да. Чувствуется, что уже нос тигра уже свое воплощение получит в каком-то виде вот света, понимаете. Уже окантовка, светодиоды, они постепенно к нам приходят в жизнь. И у Kia тоже. Ну, естественно, возможно, только на электро. Потом посмотрим. Новый значок. Здесь больше обратим внимание на элементы и саму идею. Потому что электро-кар. Чтобы вы особо с проводами не заморачивались, сразу бахнули сюда индукционную зарядку. Приехал, заряжаешься, поехал, уехал. Нормально. Самое прикольное, что у Kia сейчас уже в Европе у нас продается два электромобиля, которые, ну, колесят достаточно неплохо. У них большие пробеги, как я узнал. Как мы выяснили, да. Некоторые делают быструю зарядку, некоторые делают быстрые большие пробеги. Это интересно. Те же самые зеркала, да, в стоечках, крыша, цельный кусок. Немножко помятые бока, которые нужно тепловым феном выровнять. И будет серийная модель, как вы понимаете. Ну, и сзади мы тоже видим, да, вот эти наползающие фонари. Это нас немножко отправляет к стингеру. Может быть, они будут появляться постепенно на всех моделях Kia, тоже точно никто не знает. Из каких-то сильных особенностей, ну, то, что это лифтбэк. То есть здесь у нас история такая, больше под утилитарность, универсальность, в принципе, не только суперконцептуальность, но и что-то полезное они пытаются применять. Да кто ты вообще такой? Я бог. Ну, и, конечно же, да, здесь, в принципе, такое большое пространство капсульное. Руль, в принципе, можно уже убирать. Я чувствую, если такой интерьер когда-либо сделают, то руль здесь уже лишний. Можно просто, чтобы ты садился спокойно, у тебя была вот эта своя квартира. Правда, такая лухаря квартира на самом деле получается. И все, и тебя везут, и ты не паришься особо. Но это круто, конечно, это круто, потому что от Kia вот уж чего-чего я не ожидал тут увидеть сейчас так быстро. Действительно, какого-то полета фантазии. Настолько смелого. Я предлагаю теперь пойти посмотреть на другие модели, которые гораздо больше имеют общего с тем, что мы, скорее всего, у нас увидим, и которые у нас будут гораздо быстрее и ближе нашему народу. Например, Kia Soul. Итак, вот он, более близкий нашему духу автомобиль, который впервые можно посмотреть. На фотках выглядел просто чума. Сейчас вот начинаю с задней части, с самой спорной, потому что вот этот бумеранг, кокошник, не знаю, как хотите называть, но это, конечно, не Корея уже, это какая-то Япония. И очень странно наблюдать на Соуле. То есть у них в остальных моделях подход более какой-то европейский. Они пытаются, да, там, ну и дизайнеры чувствуются, что работают больше европейские. И все машины вот приходят к такому стилю строгому, но акцентированному, там, точному. Например, тот же Stinger, да, возьми. А здесь прям, бах, азиатчина. И ты думаешь, а чё такое, чё произошло-то? Ну, на самом деле, всё понятно. Потому что он сам по себе такой полу-минивенчик. И задумка-то изначально была тоже с японскими вот этими коробочками их у себя реализовать. Получилось. И, кстати говоря, неплохо покупают даже у нас в России. Вы уже можете посмотреть скидки на предыдущую модель. Сейчас их будут распродавать. Где смотреть? Конечно же, на автоспот.ру. Именно там собраны все предложения по наличию у всех дилеров, ближайших, не ближайших. Теперь это ещё удобнее смотреть, потому что вы просто выбираете ваш регион, ставите километраж, и он выдаёт вам все предложения, ближайшие, которые вам подходят. Где искать новую тачку? Конечно, на автоспот.ру. Ссылка в описании. Ну, это ещё и европейская версия. Она электрическая. Но мы сейчас просто посмотрим, чего ожидать, когда он к нам приедет в Россию. Уже есть некоторые данные, которые говорят нам о том, что всё по классике жанра. Как всегда, Kia тут никуда в космос ещё пока не улетела. 1.6, 2 литра и, конечно же, турбо. 1.6 турбо. Всё по-прежнему. Всё так же. Новая морда, новый внешний вид и старая начинка. Всё, как вы любите, называется. Автоматы, механики и робот. Ну, на версии из турбо. Посмотрите на его морду. Я считаю, что это просто огонь. На самом деле. Причём это фары. Это не просто там какие-то, да? Вот здесь кажется, что должен быть основной свет, раз уж такие большие окошко. Нет, вон, смотрите, 4 аж линзы. Всё здесь на месте. Круто же. Круто. Чувствуется, может быть, вот с таким внешним видом ещё продажи пойдут лучше, потому что, ну, уже современность. Современность, Камара, как вы понимаете. Какой-то немножко американизма, злой такой морда получается. Несмотря на то, что весь он такой округлый. То есть штурмовик, но злой. И немножко японский сзади, что странно. Видим, что есть проекция. Правда, реализованная достаточно просто. Проекция на пластмасску, как мы это называем. Ничего такого. Весь прикол. Знаете, куда я смотрю? Я ещё не смотрю на дизайн никуда. Я просто посмотрел на панель приборов. Знаете, что там написано? 456 километров запас хода. У электромобиля Соула 456 километров. Ну, конечно же, реальных из них будет раза в полтора меньше, но это 300. Понимаете? 300. И как бы я тут удивлялся совсем недавно у E-Tron, этому километражу, а тут такой же километраж у Kia Soul. Так, электропривод сидений. Ух ты, какой дизайн. Вот здесь вот этих вставок, которые похожи на Audi, но круче. Обалдеть. Динамики здесь в этих воздуховодах практически встроены. Вот они, вы посмотрите. Обалдеть просто, как сделано. Здесь, ну, понятно, круг перекликается с задней частью. Большой дисплей сюда встроили. Навигационная система, климат-контроль. Всё красиво, всё хорошо. Зарядка. И посмотрите, какая штукенция. Вряд ли, конечно, будет, наверное, вот такая шайба на обычных версиях. Но это было бы круто, на самом деле. Даже на Soul'е получить это. Тоже круги, круги. Прям здесь очень много кругов таких. Тут кнопочки, тут, 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 везде. И полностью электронная панель приборов. Клёво. Ну, он по-прежнему такой яркий, какой-то немножко взрывающий мозг. Но со своими, со своими приколами, что самое главное, действительно, вот окантовки какие-то, хоть чего-то тут дизайнерских каких-то решений понаделали. Если раньше это был такой клоун, который бил цветом красным тебе в глаз просто сразу с ноги фактически, то здесь нет. Сейчас более строго с одной стороны. Ну, как-то даже не строго. Наверное, более, больше вкуса. Со вкусом как-то сделано. В принципе, вот такой быстрый взгляд у нас будет на Kia. Soul уже ожидайте совсем быстро. Осталось совсем немного. Уже летом вы увидите такой Kia Soul. Единственное, что не электрический у нас в России. И, возможно, мы даже сделаем тест. Так что обязательно пишите в комментариях, хотите вы тест-драйв или не хотите. И пусть Kia посмотрит. Всем спасибо огромное за внимание. И до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!